Привет, друзья! С вами Дина и канал Коллекция Рецептов! Каждый раз, составляя праздничное меню, мы задумываемся о том, чтобы такого приготовить на десерт особенно для большой компании, но при этом хочется обойтись без раскатывания коржей. Хочу предложить вам рецепт бесподобно вкусного и очень нежного сливочно-кокосового десерта под названием «Райское наслаждение». Этот вкуснейший десерт станет не только шикарным завершением праздничного застолья, но и порадует вас и ваших гостей потрясающим сливочным вкусом, приятным кокосовым ароматом и мягкой, буквально тающей во рту консистенцией. Для начала приготовим тесто для макового бисквита. В чашу вливаем 4 яйца и всыпаем стакан сахара или сахарной пудры, у меня стакан объемом 250 мл. Все хорошо взбиваем до появления пышной воздушной массы. Затем добавляем полстакана мака, просеиваем 1 стакан муки с 10 граммами разрыхлителя и всыпаем ванилин или ванильный сахар. На самых малых оборотах миксера замешиваем нежное тесто. Как только продукты объединились, оно готово. Выпекать корж будем в стеклянной форме размером 25 на 35 см. Смазываем форму мягким сливочным маслом и выливаем тесто. Равномерно распределяем его по форме и сразу же отправляем в духовку, разогретую до температуры 170 градусов на 35-40 минут. Пока тесто выпекается, приготовим заварной кокосовый крем. В кастрюлю, в которой будем его варить, высыпаем 70 г просеянной муки, 70 г кукурузного крахмала, 1 стакан сахара, 1 стакан кокосовой стружки, добавляем 1 сырой желток, пакетик ванилина и вливаем 1 литр молока. Все продукты смешиваем, устанавливаем кастрюлю на плиту, доводим крем до кипения и на малом огне при постоянном помешивании увариваем до густоты. Затем выключаем плиту и добавляем 50 г сливочного масла, хорошо размешиваем, пока масло полностью растает. Крем готов и пока отставим его в сторонку, тем временем бисквит испекся. Достаем форму из духовки и заливаем еще горячий корж молоком комнатной температуры, у меня 370 мл. Как только все молоко впитается, заливаем горячий маковый корж еще теплым заварным кремом, разравниваем и даем остыть при комнатной температуре, а затем убираем в холод до полного охлаждения. Как только основа десерта станет холодной, в чашу выливаем 500 г очень холодных сливок жирностью не менее 33% и взбиваем сначала на малых оборотах, а затем на максимальных до появления легкой воздушной массы. Затем добавляем 50 г сахарной пудры, слегка ее вмешиваем в сливки и продолжаем взбивать до крепких устойчивых пиков. Сливочный крем готов. Наносим хорошо взбитые сливки на холодный заварной крем, равномерно их распределяем, разравниваем и щедро засыпаем всю поверхность кокосовой стружкой. Убираем десерт в холодильник хотя бы на пару часов для стабилизации, а если позволяет время, то и на ночь. Перед подачей на стол разрезаем десерт на необходимое количество кусков и, как всегда, украшаем по своему желанию. Я украшу измельченными фисташками и замороженными ягодами. У меня вишня, малина, ежевика и голубика. В результате получается необыкновенно нежный, очень вкусный, мягкий сливочно-кокосовый десерт. Такое праздничное угощение не останется без внимания ваших гостей, они такого точно не пробовали. Украшайте его так, как подсказывает ваша фантазия и почаще радуйте себя и своих близких вкусной домашней выпечкой. Готовьте с любовью и наслаждайтесь каждым кусочком! Желаю вам веселых праздников в кругу родных и друзей! Если вам понравился этот рецепт, ставьте пальчик вверх! Мне будет приятно, если вы приготовите этот десерт и напишите свои отзывы в комментариях! Если вы еще не подписаны на YouTube канал Коллекция Рецептов, непременно подпишитесь и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео! У меня на канале есть плейлисты, торты и десерты, посмотрите, может вам пригодится! Все ссылки на экране и в описании. С вами была Дина, до новых встреч, до новых рецептов!